Ребята, всем привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог из жаркого семеиза. Даже ночью, даже вечером. У нас жара, несмотря на то, что сейчас вечером. Видите, такой ветерок небольшой, но всё равно, блин, жарит. И ещё моргает свет. Я прям вообще не понимаю, почему. Ну, скорее всего, понимаю, наверное, все вечером приходят и дружно вырубают кондеи. И свет начинает сходить с ума, моргает. Тут ещё, знаете, такие точечные светильники, которые, они, походу, ещё не светодиодные, а может и светодиодные, не знаю. Вот, они прям иногда прям вообще до телного вырубаются. И вот так прям темно-темно-темно от них. А такие уличные лампочки, тоже светодиодные, они нормальные. Ну, походу, да. Походу, все кондеи вечером вырубают, спать ложатся. И поэтому свет моргает. Ещё у меня сегодня, ребята, знаете, чего? Короче, мне Илюха где-то год назад, даже, наверное, побольше, да, уже больше года подогнал. Вот этот стол письменный, за которым я работаю. Я его таскаю, я его и в домике таскаю. Вы видели, я там наверху жил, туда таскал, потом квартиру таскал, потом сюда таскал. Везде я со столом таскаюсь. Вот, и сегодня после обеда я плюс-минус день через день полы протираю. Так как я на полу качаю пресс, отжимаюсь. Мне надо, чтобы полы были чисты, потому что я руками там об пол опираюсь. И, в общем, до обеда я смотрел. Ну, я ходил, за работаю, за столом сижу. Днём не работаю, конечно, но всё равно смотрю на полы. Не было ничего. Короче, после обеда такая перекладина, тут есть поперечная. И её взяли, как будто вот так сверлом, очень часто прошли. И, короче, какие-то краеды стол взялись есть. Прикиньте, стол натуральный, что взялись, его есть краеды. Не знаю, кто, но вот кто-то его ест. Я Диме говорю, прикинь, стол мой, любимый, начали есть. Мне он реально нравится, этот стол. Интересно, чем можно обработать, чтобы эти твари его не доели. Ну, Дима говорит, если что, придётся, как у всех, покупать из прессованных опилок. Типа они его не едят, они его не тронут. Вот. Как у вас дела сразу же в начале влога, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк по мере просмотра. Напишите комментарий. Давайте начинать наш новый влог из жаркого семьи. Я опять мокрый. На этот раз я занимаюсь, я качаю пресс, отжимаюсь. Вот у меня мой коврик. Прикроватный. Помните, песня была «Коврик прикроватный». Тут у меня, короче, видосы в контакт грузятся. А я, ребят, сейчас докачаю пресс и буду начинать резать окрошку. Яйца отварил, картошку отварил, всё уже остывает. Осталось только всё, в принципе, накрошить. Времени 10. Ну, окрошечку я точно сегодня отведаю. Крошечку я могу ночью есть. Я сегодня поймал себя на мысль, что всё, пора завязывать с булками. Вот зачем я сегодня опять купил вот такую большую булку. Надо кого-то ей угостить. Короче, пресс ещё, думал, включил камеру, но не включил. Сейчас пересниму, может быть, пресс и отжимания. Я так делаю 15 раз. 7 подходов по 15 раз. Я охлаждаюсь на улице, ребят. Несмотря на то, что ночь, всё равно погода не упала, всё равно жарко. Это, конечно, хорошо, лето и должно такое быть. Вот у меня компьютер греется. Я греюсь, когда качаю пресс. Ночью бы немножко падало. В принципе, это такое придирки. Чего уже, считай, второй месяц лета проходит. Ужас. Ребят, ну что, я отделил желтки. Сейчас добавлю горчицу, как мама делает. И перемешаю всё. Вот они, белки у меня отдельно. Картошка уже чищенная. Ну, как-то так. Сейчас буду всё резать. Всё готово. Немножко лишнего. Короче, сейчас мешаю. Ем и спать. Время уже много. У меня кофе, ребят. Ай, на улице стало немножко посвежей. Ничего не охота. Смородина сгорает, надо полить. Ничего не охота. Что сегодня даже купаться не захотел. Просто ничего не хочется вообще. Завтра мне ехать в Севастополь. Думаю, я в него до дома. Короче, там так много людей на пляже. Я бы, честно говоря, хотел пойти в Коцевель покупаться. Ну, жара, замкнута, круг. До Коцевеля надо идти. В Семизе много людей. Только под вечер кофе пью горячий. Слушайте, криндец. Надо срочно поливать. Вот это вот, наверное, уже всё. Ёпа-мать. Не по глазам, не что, она сохнет. Сейчас одел эти кроссовки. Ещё пытаюсь разнашивать с носками нормально. Мозоли болят. Как разнашивать? Скорее всего, пытаюсь себя переубедить, что мне в них нормально, комфортно. Но я думаю, что с носками и мозоли пройдут. Будет вообще хорошо, блин. Я не увидел, что смородина. Она сегодня сгорела. Вчера она нормальная была. Надо срочно полить смородину. Слушайте, ну, конечно, я молодец. Она реально вот сегодня, вчера. Вчера она нормальная была. Так, я ещё лейку вылить. Лейку вставил. Чтобы она у меня на глазах была, чтобы завтра тоже полить. А завтра я приеду. Короче, я хочу завтра поехать в Любимовку, не знаю, или же в Учкуевку. Возьму с собой купальное. И покупаюсь. Мне очень рано надо быть в Севастополе. Там кое-какие дела. И потом у меня будет свободен весь день. В принципе, у Учкуевки я был. Наверное, я думаю, что поеду в Любимовку съезжу. У меня, ребята, в домике прохладненько. Дверь открытая, окно открытое и маленький сквознячок. Получается. Короче, забыл ещё вам сказать. Мне сегодня звонил Дима. Всё-таки они едут. И Наташа написала. И сегодня Дима, и Наташа написала, что Наташа вроде как в воскресенье приедет. Должно было в пятницу приехать. В итоге в воскресенье приедет. Мост запустили. Дима должен был уже здесь быть, по идее. Вот он должен был в ночь выехать, когда всё это случилось. И вот он, получается, сегодня в ночь выйдет. Сегодня что у нас? Четверг, пятница. Ну, завтра-послезавтра уже будет. У меня прям голова заболела под вечер. Отжарает этой, наверное. Зря я, конечно, на море не пошёл. Ребята, доброе утро. Хотите посмеяться. Я, короче, взял с собой полотенце. Шорт купальный, чтобы в Любимовку поехать. Купаться и рулик снять. С вечера всё сложил. Ну, ещё на улице. Там такой закат красивый был. Ой, рассвет. Короче, тучи. Ну, ладно. Хоть я и не покупаюсь, но при комфортной погоде съезжу по делам. А я ещё плюс к полотенцу и шортам положил в рюкзак зонтик. Ой, что будет. Будет, наверное, и дождь, и солнце. Одел я вот эти кроссовки свои, разнашивайте. Уже чувствую, что мозоль, которую натер до, прямо через носки тоже болит. Ребята, я иду к Жене с Максимом. Я где-то недели полторы-две назад говорил, что буду в Севастополе. И ребята помнят. Написали, говорят, а ты здесь? Я говорю, да, здесь. Говорит, давай что-то, заходи, пойдём, что-то поснимаем. А я и так хотел. Ну, я думал сам, потому что мы не договаривались вместе. А вместе так ещё лучше. Единственное, что я не взял большую камеру с микрофонами. Ну, есть. Кое-что есть с собой. Не без камер. И это... Я взял зонт. Я взял много чего. У меня даже дождевик же лежит в рюкзаке. Но я не взял очки. Вообще, сегодня вроде бы как в 2 часа дождь обещали. Но всё же очки бы не помешали на всякий пожар. Вообще, вообще не подумал. Зонт положил. Что я вам скажу по поводу этих кроссовок. Так как плюс-минус я в них уже... Ну, где-то я в 7 их надел. Сейчас уже 11. Я прям нормально по Севастополю прошёл. Короче, это, наверное, какая-то история всё-таки пляжная. Я-то их покупал с той целью, что типа, ну вот я в кроксах люблю ходить по городу. Ну, как-то это неэстетично. В кроссовках, вроде как, думал, так же будет свежо. И смотреться будут нормально. Может быть, если бы они мне были не прям тихо-втихо, может быть, без носков было бы тоже то, что я от них ожидал увидеть. Ну, так как на мне ещё носки, у них жарко, эта резина уже всё, ничего не трёт мне в носках. Но я лучше в тряпочных кроссовках. Вот на такие длительные поездки, резина. Это всё-таки история такая, где-то в семье здесь ходить. Я ещё, знаете, их с какой целью одевал? Что вдруг будет дождь, и их помыть легко после дождя. Всё под краном поболтыхал носки в стирку и всё. Дождя нету, а я в них парюсь. Короче, это такая история, чтобы ненадолго в них ходить, как по мне. Женя с Максимом живут возле рынка. Центральный рынок, по-моему, называется. В общем, там такой красивый дом. у него очень много деталей. Я помню, когда я на тралике мимо него проезжаю, я всё время его разглядывал. Вот это вот сосед... Короче, вот это вот одно. И, ну, как сказать, в одно время строились дома. Но у них вот прям там то, где самая красота. И мы снимаем же ещё, ребята, ролик с Женей и с Максимом. Ой, смотрите, какой балкончик. Вот это весь дом. Но это соседний дом. Тут вот Женин и Максима дом, он отполированный. Тут тоже, видите, инкерманский камень, но тот от пескоструили, а эти нет. Но эти не менее красивы. На них тоже столько же деталей, как и на тех. Ну и, в общем, мы снимаем ролик, потом увидите, какой мы уже, ну, одну часть мы уже отсняли. Дом мы показали. И балкон показали, Жене с Максимом. А ещё мне, ребята, здесь очень нравится сквер. Сейчас я его вам покажу, и посмотрите, какая планировка. Мне так нравится Севастополь. Вот этими своими горками, пригорками, такие дома. Тут, ребят, сохранился офигенный фонтан. Я, в принципе, за фонтан сюда иду с детьми. Надо будет как-то поснимать. Я не знаю, что мы сейчас будем с Женей и с Максимом снимать. Может быть, продолжим этот наш ролик. Ролик скоро будет, но просто ещё, ещё, короче, две, минимум два подсъёма надо делать. И потом я его смогу только смонтировать. В Севастополе много так советских фонтанов сохранилось, нетронутых. В принципе, и в других городах тоже, наверное, посохранялось. Но просто в других городах нету такого количества. Севастополь-то был любим Советским Союзом. Эти рыбки, может быть, ещё запускается. Сквёр такой прикольный, красивый. И дети на фонтане. Класс. Так, мне нравится. У меня такое ощущение, что как будто даже прохлада идёт. Я, конечно, себе накручиваю. Я сейчас шёл пешком сюда и думаю, немножко надо посидеть, дух перевести. Слушайте, ну всё, солнце, а я без очков. Молодец я. А, видите, этот дом от пескоструили. А, ребят, дом тоже ещё не от пескоструили. Комсомольская правда. Нифига себе старая вывеска. Издательский дом Комсомольская правда. Такой дом обалденный. Ребят, я пошёл купаться. Сейчас Дима подойдёт туда. У нас тут по машинам как всегда дурдом. Все приехали на машинах не разъехаться, не поставить. Даже вечером, если кто-то из соседей, всё, машин некуда ставить. Если вечером поздно приехал. Дурдом. Всё, плотничком. Ещё даже бывает, что вот так вот, ну вот, хоть, слава богу, вот тут не ставят на тротуаре. А бывает, что и с обеих сторон тогда вот здесь проблематично проехать. Ну, что делать, да? Поезда. Поездов мало на машинах только. На пляже народа капец. Я из-за этого не особо туда хочу ходить. И на камни не хочу ходить. Хочу в Коцеверин ходить купаться, но тоже каждый день туда. Не находишься. Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- быстрее чтобы до пляжа дойти через площадку подвесной мост он даже сделали многие ищут проход к этому подвесному мосту всегда так короче я говорю я не был на пляже на нашем уже дня 4 наверно спешено спускаться сегодня еще суббота цикады орут катается на всю Ивановскую кайф дима приехал короче дима уставший с дороги завтра его покажу под сниму смотрите как красиво облака каемкой снова далеке дима еще пришел дима он загорает вот он дима загорает я там сейчас тоже загорал надо идти монтировать ролик этому я уже приплыл сюда все конечно такое солнышко мягко ярмарка там собирается красивое солнышко народ с мулах ныряет смотрите очень охреневшие куда машины загоняют они уже в парк и загоняют в парку он докуда прям стоят вон машины стоят вон машины стоят вон вон а как они их туда-то загнали а обязательно в парк загоняют морю в парк да шо ж такое-то смотрите ничего не понимаю ничего не понимаю я еду в симферополь торговый центр надо посмотреть кое-что из одежды вот с собой беру я не один просто сегодня феде поехал куда я на хвост упал как всегда какое небо мы ребят поехали через тавриду через ялтинской мы через ялтинской или через деревню да там же красиво немножко вам дорогу показать форосский кант тут мария справа партизанка я не смогу показать потому что деревья закрывает табличка марии их красивые трубы украшение южного берега крыма мороз кикант мы без ласпи пробуем ехать до бахчисарая ребят вот это мне больше всего из всей этой всего этого форусского канта вот это нравится она так круто смотрится вершина но я не знаю как она называется надо будет узнать сейчас ребят попробую вам поймать форусскую церковь тут будет одна маленькая окошечко где нету забора стенки и где нету деревьев так 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 вот она вот она вот она нет еще но видно чуть чуть видно вот море море мы на спуск к морю красивое это здание его ребята территорию все благоустраивает и благоустраивает вроде а качели вот эти огромные катает он туристов вроде как сдавать будут в аренду это помещение ласпинские ребят красоты мы сейчас под илья с каёй красота красота сейчас опять повернем к ушкаю видно будет вот я придумал как на на кушка я подниматься вернее как этот кусок севастопольской тропы чтобы не обходился ой максимально тяжело я же всегда стартую отсюда с ласпи а надо стартовать с балаклавы просто когда на кушка я поднимаешься там такой прям отвес прям вот такой вот угол вот так вот ты почти идешь наверх а если мы стартанем допустим с балаклавы то с кушка я мы будем спускаться и не все это так будет трудозатратно там очень тяжело на кушка я подниматься отсюда с ласпи открывается вид на кушка я пушкой ушечку ребят заостряю ваше внимание на облаках смотрите и на дороге как красиво все зеленое мы недавно с федей откуда-то возвращались я говорю я вот эту дорогу люблю и летом и зимой она красивая даже без зелени просто после сочи ехали и федя говорит какая тебе больше нравится сочинская или вот это наша я говорю конечно наша сочинская тоже красивая но наша красивее мы ребят уже все проезжаем севастопольскую красоту всю эту шапки гор зеленых сейчас уже будем поворачивать на ну вот где монастырь шулдан где чуфуткале поедем этой красивой дорогой все подсниму все покажу хотя недавно на основном канале было я другие места вам подсниму ребят эти просторы снова не могу не снять заворачиваешь и это красота бахчисарайская бахчисарайская бахчисарайские раздолья ну подъезжаем к этому коридору моему любимому ребят наконец то я вам покажу у нас конечно не будем останавливаться на видовую вот сейчас красота это танковая еще такое небо и вот это вот ущелье в это ущелье туда дорога это вот так ехать и в соколины и если из соколиного еще идти 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 на и петре придешь все я тут сейчас пойду по магазинам так вот это все должно мне подойти ой сейчас буду все мерить и показывать офигенно так раз сразу же подошло так два тоже подошло три вроде как подошла но я бы хотел наверное побольше сейчас пойду побольше этот размер возьму хотя вроде три подошла классно подошла кто-то поменяю за то что мы скупились одеждой пам 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 приятного аппетита ну ребят мы скупились сушь наелись красота руки загребущие глаза уведущие короче я себе 4 майки купил федя себе 5 майок купил мы попали практически на распродажу по 500 рублей майки целый пакет одежды я все штук брал только одну отнес назад одна не подошла и вот он торговый центр южная галерея короче по ценам плюс-минус плюс-минус вообще все нормально майка 500 рублей а причем вот такой майка сделана майка сделана она 300 рублей вот она распродажная была какие-то по 490 а какие-то по 590 рублей были майки ну учитывая то что лето в крыму длинное август сентябрь ходить в майках это точно короче нормально а в глории мы когда были с мамой вот эта майка стоила по-моему 1200 а сейчас а сейчас 300 рублей я купил с черепом эту крутую майку Федя вообще пошел что-то к машине ему надо было получить и ему надо было шорты купить но он же попал со мной в магазин я говорю в Ялте дороже надо брать потом в начале лета они будут по тысяче по 800 рублей а сейчас по 400 по 500 рублей в общем набрали и кстати мы вообще поехали в Глорию потому что у меня 2000 бонусов на Глории джинс ну вы представляете Глорию убрали мы не нашли здесь Глорию джинс есть есть господи забыл как-то тоже материковская сеть называется я там что-то покупал себе а Глории нету ну вот вот этой у нас раньше не было тоже очень много вещей типа Глории джинс короче короче все есть все на любой кошелек зашел в отдел там короче 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 всякие фирмы и Коламбия в том числе куртки а я же в Ялте тогда смотрел куртку Коламбия она была она была турецкая как она мне рассказала это турецкий трикотаж Федя это не рассказывал слышать Коламбия зашел посмотреть говорю это настоящее она говорит настоящее и я такое показываю ей говорю а почему из настоящей Коламбии вот прям нитки отовсюду торчат я говорю это очень похоже на плохую подделку короче куртка Коламбия тонкая по цене как за Коламбию но такого качества и вот я и прям сходу я еще даже не снял ее с вешалки а там три нитки торчат и такие что за них потянешь блин они другие нитки потянут я еще продавцу говорю это точно Коламбия или это турецкая Коламбия она говорит настоящая Коламбия я говорю ммм сейчас кстати говорят еще Коламбия тоже испортились плохие вещи стали качество плохое у них стало все мы поехали домой в Ялту удачно съездили удачные покупки Федя кстати эту запчасть по-моему так и не забрал такие клены это же клены наверное молодые красивые а тут еще ребята у них везде возле торговых центров эти не только в Симферополе еще где-то я видел в Евпаторе по-моему я видел лаванда лаванда кстати кинотеатр работает не зашел не хотел спросить есть там у них Барби нет не узнал мы ребят заряжаться короче новостройки туда тоже такие крутые новостройки вот тут АТАН с зарядкой вот еще одну зарядку поставили и вообще Федя говорит здесь по Симферополе уже 35 быстрых зарядок но я говорю если сейчас народ пересаживает на электричке конечно 35 это мало просто у Федя был один случай я про него вам не рассказывал про не совсем адекватный случай если хотите чтоб рассказал напишите в комментариях я вам напишу я вам расскажу и в общем не совсем адекватный случай с этими зарядками как он заряжался подошел мужик здравствуйте если вы не заряжаетесь значит не убирайте сейчас будем заряжаться сейчас будем заряжаться женщины давайте не будем давайте не будем ну и в общем если нужна эта история с неадекватным мужиком пишите в комментариях и я вам ее расскажу а мы будем латы латы на закате за наши покупки очень хорошо съездили вкуснятина смотрите ребят какой закат еще я Феде говорю значит Севастополь там если солнце туда садится красиво видите ребят месяц мы тут в этом как я господи в Никите заряжаемся растущая луна а у меня нету с собой денег но 10 рублей есть на растущую луну а над морем тут дымка так хорошо вечером не жарко ветерок теплый обдувает красота да и только нету это так это было не только ну и не только но и не только но и что это было